у вас не видно еще вот вижу белая одежда добрый с вами прошлый раз общались помните да конечно месяц назад я смотрю что вы часто меня поминали вот я просто некоторые моменты еще хотел бы вас уточнить если у вас есть время первое это про рождение свыше то есть вот я так понимаю что вы говорите что крещение это еще не рождение свыше правильно это третий этап завершающий третий из трех частей состоит рождение свыше это осеменение плодоношение рождения то есть само по себе крещение оно не является тухом рождения не может считаться что такое крещение ты священок неверующий надо чтобы уверовал сначала кто будет веровать и крестить оторвать то это прямо говорится евангелие от марка 16 16 я вот за это время пока мы с вами не общались я просто посмотрел святых отцов что они говорят ну во первых того же все филакта то есть вот что он говорит о духовном то есть вот он когда толкует как раз фразу рождение свыше вот он говорит что так и при крещении предлежит вода но все совершает дух и молитвенное призывание а особенно и особенное присутствие бога то есть он говорит что это при крещении совершается то есть совершит дух совершать я еще раз говорю как крещению необходимо чтобы человеку веру вот уже прямо ясно он говорит только что означает погружение не просто мочение лба любому за деньги что безобразничают папы жулик волосатые а вот я хотел спросить вас вот где увидите в священном писании рождение свыше но вот где третья глава евангелия пиана нет именно чтобы это осуществилось то есть над людьми да это 2000 лет прошло об этом не говорили пока секты все они захлестнули доигрались а сегодня рассуждать не надо сегодня то есть мы не увидим ни у одного даже чтобы о рождении свыше говорили они как должны вообще не говорят как будто его не было я ни одной проповеди не слушал понимаете ни одной не в храмах нигде я имею ввиду вот например в деянии где-нибудь описывается рождение свыше день как апостол павел говорит до 2 глава 38 сихта я не апостолов и что он там говорит просто если он не сложно покайтесь вот это есть признание себя погибшим грешником это первый этап пока петр говорит петр говорит когда спросили что нам делать мужи братья и он отвечает покайтесь запятая и да крестится каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов только тогда а сегодня приходит который к крещению лучшее чем димитрия смирнов не скажешь что об этом господи осипов 20 лет обернулся и никого нигде нету один обман девочек крестит кто и кем они игры делаются мальчики кем они делаются то бракоделы вы знаете на 300 человек которая считается крещенными на 300 тут статистика уже выведена только один маленько что-то знает 0,3 процента просто я что хотел сказать вот например когда крестилось 5000 при апостоле петре то есть они все родились свыше мы не можем говорить об этом нам не дано это право то есть мы не вы не знаете родились они свыше или нет почему я должен знать петр этого не знал я антартаус не знал этого митрополит осевера вместо себя приезжает тот заперся не пускает но то есть когда вот евангелие в диане сказано что на них сошел тут святой это ещё не значит рождение свыше это как раз и есть а ну то есть варь если когда например на корнили сша сошел двух святой до рождение свыше чего все все пятьдесятницу потом когда филипп крестил самаритя на них не сошел до суда потом резали апостоль возражены руки потому что это был диакон филипп diакон не апостол дуб Понятно. Но смотрите, то есть всё равно рождение свыше, оно происходит с возложения рук апостольских. То есть не просто так вот как-то человек обернулся, а именно когда апостолы возлагают руки, сейчас мы знаем это миропомазание, да? Да. И, кстати, интересный факт. Я смотрел, вы, по-моему, с паутистом говорили по поводу крещения Евнуха, да? И я просто стал разбирать тоже так интересный момент. Думаю, ну почему тут Филипп крестил, Дух Святой не сходил, а тут крестил, сошёл. Стал смотреть святых отцов. Они вообще ничего не говорят. Потом посмотрел Лопухина. Он говорит, оказывается, что это есть разночтение. Больше всего рукописи, они не говорят, что сходил Дух Святой на Евнуха. И только редкие рукописи говорят. И как раз из редких рукописей взяли на русский переведу. А святые отцы, они пользуются другим текстом. Там, где не сказано, что Дух Святой сходил на него. Поэтому, ну вот тут есть такое расхождение, да. Это не расхождение. Это Бог-властелин. Он сказал порядок один. По пальцам. Первое, покайтесь. Второе, еда крестится. И тогда сойдёт Дух Святой. Но Бог меняет порядок. И меняет, мы видим, два раза изменённо было. Сначала Дух Святой. А почему? Потому что Пётр считает, что язычники недостойны входить. И тогда этим он оправдывается тогда. То есть Дух Святой открывает двери. Как я мог препятствовать, когда Дух Святой уже сошёл, дал-то. И Бог меняет порядок. Но порядок установленный, который был, остаётся прежний. А это порядок единый для Петра. Потому что сначала церкви. Иначе нам вообще и крещения не надо, и не пресчищения. Разбойник спасся, разбойник спасся. Но надо понимать обстановку. Откуда и что было? Это нельзя так трафаретно мыслить-то. Нет, ну я просто говорю, что тут есть различия. И я всё-таки принимаю больше то, что святые отцы принимали. То есть что Дух Святой не сходил на Евнуха. То есть они как раз говорят, например, Кефилак говорит, что Дух Святой просто забрал Филиппа. А не сказано, что он сходил. А от кого бы Филопия обратилась? Не знаю. Потом пришёл к апостолу. Нигде этого не написано. Ну об этом не написано, но как бы... Дух Святой, Дух Святой, Амфилохия, посмотрите. Житие Святого Амфилохия. Запишите. Не, я знаю, что... Просто вы приводили в тот раз «Жития», и я вот над этим размышляю. Смотрите, вот в принципе, «Жития святых», многих святых мы не знаем автора. То есть просто Дмитрий Ростовский взял их, они были. Он просто взял их и изложил, как они были. И если сравнивать всё-таки «Жития святых» и творения подлинные того же Иоанна Златоуста, то Иоанн Златоуста будет для нас авторитетнее, чем такое вот «Житие святых». Конечно, несравненно. Вот, поэтому, то есть, конечно, «Жития» надо подходить критически к ним. Правильно. Он был хороший, я его называю Герберт Уэрлс в рясе. Он был замечательный писатель. Он фантазировал, как хотел, прямой речью, когда никаких данных нигде не было. Он замечательный был писатель, ставник Петра Первого, Антихриста. Это про кого вы говорите? Про Дмитрия Ростовского говорили. А, про Дмитрия Ростовского. Да. Я сейчас «Жития святых» не понаслышке знаю. Вот. Да. Ну, вот этот вопрос. То есть, в принципе, все-таки я как-то смотрю на это, что рождение свыше – это и есть. Крещение, оно… Посмотрите, оно… Вот рождение зависит не от того, кто рождается, в большинстве случаев, а от того, кто рождает. Хорошо. Пришли апостолы, возложили руки, и Слух Святой сошел. А без них, ну, не может сойти Бог Святой. Хорошо. Теперь давайте конкретно посмотрим, чтобы было понятнее. Вы отца Дмитрия Смирнова знаете. И Осипова знаете. И они-то говорят о чем? Что в пустую, как, говорит, приходят люди, которые умирали во время Чемыта, к нам приходят мешки запечатанные, но совершенно пустые. Духовный лук говорит. Но все-таки приходят мешки. Тут важно, что они-то приходят. Они приходят, там ничего нет. Это пустое. Это означает, поминают, а ничего нет. Как девы пошли, когда пришел жених, и они пошли покупать. Никуда они не пошли. Они умом метнулись. Надо понимать, о чем речь идет. Куда они пошли? Понятно. Понятно. Просто они как бы… Ну, как Григорий Ницкий говорит, что есть люди, которые принесли плод, а есть люди, которые, ну, просто они вот не успели. Например, молодец вымерли, они ничего не успели сделать. Ни доброго, ни хорошего, да. Крестили маленькими. И тут жили, в 70 лет, их тут же поп отпел, они не успели. Не успели прийти. Колесное христианство. Сначала, говорят, детской коляске, потом приезжают на Кадиллаке крещение, а потом на Катопалке три раза. Колесное христианство придумали. Ну, я к тому, что есть, как бы наша задача принести плод в этой жизни. Но есть люди, которые, вот, например, при смерти крестятся, и, ну, они никого плода не успевают принести, но все равно они крещением спасаются. То есть, вот, как бы, как этот образ, пустой мешок. То есть, вот, кстати, вот вы говорите про Константина, что его крестил еретик. Вот я с вами не согласен, поскольку я посмотрел источники, три источника про это говорят. Сократ Схоластик, Евсей Викисарийский и Феодорит Кирский. Они просто говорят, что Константина крестил сон епископов. То есть, они не говорят про одного епископа, они говорят, что много епископов крестило. Вы неужели не можете правду от вранья отличить-то? Как говорят, когда князь Владимир крестил и говорил, кто не будет креститься, тот мне не друг. А сейчас прямо пишут, он прямо сказал, кто не будет креститься, тот мне враг. То есть завтра голова будет отрублена. И стоит на иконах показывает, с мещом стоит там такой по два роста, метра роста. Мы куда денется-то? Я про Константина, не про Владимира, а про Константина. Я говорю, вы экстраполируете на то событие. Нет, но все-таки, зря вы так с плеча говорите. У нас нет четких свидетельств сказать, что он был крещен от еретика. Во-первых, потому что Евсевий подписал никейский символ веры. Хорошо, мы поделились мнением. Зачем спорить? Я не пойму, зачем вас? Я согласен с вами. Я сказал, что я верю, что так, как написано. Хронолог об этом пишет. Что был крещен еретиком, последний момент, самый последний. А все думал. А какой хронолог? Какой хронолог? Вам сейчас не надо ничего знать. Это новое, вы будете цеплять и цеплять. Вам грамота мешает. Если вы были свободны от этого, вы нормально бы рассуждали. А вы где-то берете пятое, десятое. А зачем мне это нужно знать-то? Я же источники смотрю. Я говорю, вы на полпредложение перерываете. А зачем вы тогда звонили мне? Я не успею ответить. Полпредложение рубите. Ну, говорите, я буду слушать. Все, больше я не разговариваю. Говорите. Простите, Игнат Тихонович. Я слышу вас. Я больше не буду перебывать. Ну, ладно, этот вопрос мы оставим. Можно тогда другой? Просто вот ваш подход к писанию, я тоже думал над этим. Я даже нарисовал такие карточки. Вот вы говорите, как бы, сам авторитет, и не писание, да, сам авторитет. Потом вы говорите, есть предание, как бы, вот оно по лесенке, оно внизу. И вы говорите, что я беру из предания то, что, как бы, ну, не согласуется с писанием. То есть, как бы, писание одновременно, оно вроде и редактирует предание. Вот. Но я думал, как бы, вот, ведь это же, вот, с баптистами, например, говорю, они точно так же говорят. Они говорят, мы посчитаем Иоанна Златоуста, но только в тех местах, где он не противоречит Библии. То есть, говорит, вот он говорит, что нет тысячелетнего царства, он противоречит Библии. Он говорит, что это есть подлинное тело и кровь Христова, он противоречит Библии и так далее. То есть, вот, у них, ну, как бы, каждый человек, нет такого, что вот, Писание, а есть, вот, написал моё понимание Писания, видно, да? То есть, у каждого человека есть, вот, он берёт Библию в руки, он её читает, и у него появляется своё понимание Писания. В предании мы можем, ну, написать, что это церковное понимание Писания, вот так вот. Да? Вот. И, ну, понимаете, вот, когда мы говорим, что мы принимаем из церковного только то, что не противоречит Библии, то есть, получается, что мы говорим, что мы принимаем из церковного Писания предание только то, что не противоречит моему пониманию, да? То есть, получается, что всё равно мы своё понимание Библии ставим выше церковного предания. Вот. Мне кажется, вот это, ну, не очень правильный подход. как вы думаете алло я слышу говорите ну я выразил свою мысль то есть вот как вы считаете просто я от вас такое слышал что вы как бы говорите что мы только предпринимаем из предания то что не противоречит писанием то есть по сути то что не противоречит моему пониманию писания верно у меня тоже магнитофоном зовете говорил-говорил а алло я слышу все говорит я я вот уже сказал все то есть что хотел кто послушает это и скажет а зачем этот человек подыскивается вам это слово знакомо наверно ну зачем я вообще вам поперек дороге встал или что-то видите вы делаете как человек но еще не достигший вершину но из когорты иезуитов подыскиваете в какой ров меня столкнуть я вам заранее скажу это абсолютно никому не удастся никогда я 53 года иду я тех профессоров докторов митрополитов не где-то когда я приезжал на москву еще советское время ночью тайно три епископ так и пришли московские чтобы встретиться и поговорить и разрешить вопросы ну а вы то считайте себя маленько помельче чего вы подыскиваетесь мое мое я нигде не сказал мое видите вы как прилепляете ко мне то что сами думаете это вы просто взяли бумажку написали еще раз говорю у нас был евтихий курочкин епископ и как-то разговор зашел тут тоже епископы он говорит вам игнатия никогда и никому не завинить что они православные он сугубо православный я 13 лет с ним рядом вот и весь сказ чем говорит умолен когда вертись другому голосу мое мое вопрос задан мое я сейчас тут вам если бы имел власть такой и сказал если вы не докажете сейчас что это мое вы отсюда сейчас не уйдете вы будете арестован в одиночной камере говорится закончите жизнь вы мигом отреклись от всего это на покаяние пошли ну зачем говорить я вам не приписываю ничего зачем вы мне приписывать еще я не говорил моего нет нигде нигде я 53 года учусь когда стали исследовать это 10 университетов не вложишь чтобы успели узнать зачем я буду на себя брать зачем мне это нужно я верю в бога верю в бога так как дай бог каждому митрополиту веровать я в пять лет уже знал кем я должен быть я не просто пошел учиться я избран богом был я это чувствовал когда может мне не полных три года было и поэтому я искал и мне бог дал дал и первым делом что я сделал поехал семинарию московскую и когда встретился там академисты были вот это состояние шоковое она не прошло и сегодня вот и все они совершенно не знают ни бога ничего нет не знают моего нет и на суде божьем еще раз говорю мы должны мысленно представлять себе для того нам голова дана что на суде божьем как там будет а нам все уже известно как будет какие вопросы бог будет задавать он открыл 25 глава матфея определенно как будет этот экзамен проходить 12 48 слова будет судить если я понял что это конституция и мне мандат на вход царстве божий будет дан только по святой библии для меня вопросы закончились я взял в руки библию до 10 часов у меня уходила чтобы заниматься какие только возможно было достать святых отцов я не просто считала конспектировал и запоминал и когда попала в руку меня журнал журнал ревнитель лазарь моисеевич кунцевич был такой до революции он расстрелян был вот это 1400 примерно страница огромного формата такой я постарался и заучить ее наизусть законспектировал до семи раз в разные города спрятал как беседовать миссионеру с какими сектантами я это пробираю уже пять десятилетий безотказно действует на первом месте что я буду совать то что не имеет никакой силы я должен выйти с мечом божьим слово божье живо и действенно и она ничем не заменим а вот вы где-то там сказали святые отцы а вы знаете что святые отцы даже афилиок вы то наполовину понимали так другие другие иначе еще прятать то вы правду говорите а полуправда она всегда хуже неправды вот вы спрашиваете я могу вам отвечать если вы будете слушать если вы желаете это узнать вот говорят надо служить в армии надо убивать там александр невский затрепали александра невская я попутно задаю опросы ни на день никто не может ответить вы почему не говорите про святого ирона андрея стартерлата вы скажите все те которые отказники были не шли воевать то имелялся ангел и они все канонизированные в календарях какие ну календарь патриарши почему нигде ни одного храма в части ирона не построена александр невский александр невский я если вам дам сейчас статистику сколько было храмов сколько житей написано то ни одна библиотека не вместить все это выдумка вот он от детства возлюбил боголюбие он ничего не возлюбил он патриот своей родины он любил скакать на лошади это был воин я александра невского в упор не вижу я знаю алексия который принял схема и умер по христе вот этого я знаю савла я не знаю его савла павла знаю что обманывает мне не надо полуправда вы правду до конца договорите и по любому делу так же а вот мощи мощи почему нигде ни разу не говорят что кто запрещал брать а разрешал 1173 три жития не один повторяя не один наказывали бог наказывал когда пытались счастье брать гром раздавался корабль не мог с места двинуться матрона я на у меня все это есть а симфонии составлял то нигде не говорят ни потряши никто лунишки жалкие ушастыми куколями обвесились а бога не знают палочки в руках держат возьми посох чтобы гремела у тебя в руках пройди до конца вселенной вот тогда будет видно мы идем у нас написано евангельский посох а до чего на собак отбиваться а эту палочку держит она ничего ему не говорит может быть пустая щервей шелкопрядов из китая вытащить можно в них надо до конца договаривать у спросили я вам ответил я постоянно об этом говорю о рождении свыше вообще не говорят вообще говорят вот филиок вот поэтому не можем согласиться с католиками почему они ведь как григорий низкий понимал брат василия великого почему скрывают так я вам если сейчас бы начал перечислять сколько-то около девяти святых отцов которые канонизированы православие понимали что от отца и сына а вы как считаете я православный и мне считать не надо я считаю от отца но и спорить с католиками что от сына не сходит нельзя почему потому что писание об этом говорит пойду и пошлю а в другом месте умолю отца то есть и то и другое есть надо смотреть а как правильно то и другое правильно не надо раздробляться на чем не надо разделились а теперь фойте виноват да не фойте в каждом фойте сидит увидели я подхожу католическому ксензу благословляюсь со страху заумирали а счете боишься-то ты осквернился или нет то что увидел меня я его признаю но то что он от меня теперь получает от вас ни одного не получит и он уже к стензам не тем будет который был это уже не враг россии не враг православию это проще всего отмахнуть себя его знать не знаю вот на каждый вопрос я смотрю как говорит библия не как мне нравится зачем я конспектировал десятки томов а потом делал по-своему вот в этом то вся и суть я говорю по канонам каноны я спрашиваю осипова сколько канонов он не знает не знает и вы не знаете потому что я три года занимался 989 а действующих 719 а нарушается ежедневно 413 так у меня вот так вот схватили сразу давайте немедленно напечатаем то другое я говорю 2 исполните сначала перестаньте торговать храме и раньше 30 лет не рукополагайте два правила хотя бы восстановите во всей силе остальное потом за этим придет страха божия нет я еще сказал кого из пророков греть не гнали отцы ваши почему они промолчали стефан им сказал седьмая глава день апостолов кого не гнали да почему они не гнали своих лжепророки были и когда за михеем пришли скажи как все говорят он горит я скажу что бог скажет то я из реку ну и что из этого было как исааки дал мацкий исаакиевский собор житья то его не знают вот например бог сказал и я скажу что он мне сказал мне не важно что это царь что-то император патриарх потому что на суде божьем это бы жалкая фигурка когда бог смахнет все фигуры мы предстанем без одежды все будут голые одеты только праведность велись нищетой и дел своих это все отцы об этом говорят кирилл исалимский фрейм сирин я ничего нигде не сказал нигде вы забудьте вычеркните это неправда вы уничтожите эту бумажку жуйте и проглотите ее моего нет нигде но бог дал мне любовь к нему я его люблю и выше бога никого поставить не могу ошибались серафим саровский я ошибался когда дух святой покидал меня это любой так делает а почему вы не ошибались я не ошибался потому что нигде ничего не добавлял я старался это запомнить в каком томе какая страница вот сейчас на меня выехал вы говорите клятва вот священники сейчас собрали на украине людей не учат но они научили их надо защищать украину и они в присутствии епископа алтарь виден и теперь все поклялись а когда до дела дошло посылать они назад и мне оттуда срочно звали сейчас прямо по интернету что теперь делать во первых это незаконно они не понимают это клятва запрещена не клянись и небом не земле а теперь я зато все им сыпанул как какой том какая страница том страница 30 мест и она на златоуст он горит на порог церковный не пущу от лучшего церкви кто будет клясться и выписки клава главное надо я вам это все скину ну и что играет о невежести народа вот самое правильное это епископ лонгин там где этот фарпос да он никто не давайте своих сыновей не отдавайте на смерть и поднялись и священники везде стали говорить зачем ажиотаж устраивать вокруг одного трупа что по 10 заплатите за одного как один там отпевает священник но разве это годится да хотя бы десятерых у нас убили и мы тогда благословим бога не поколеблемся а где 2 макавейская 7 глава как мать уговаривала 7 сыновей а софия как претерпела девочек отдала это фанатизм фанатизм это верность до смерти это и хорошее слово его дискредитировали только вот и весь сказ я ничего не придумаю отец пётр этого нигде нету не повторяйте не берите грех на душу если знаете где-то составьте где у меня были такие которые начали говорить а он считает что нужно на опресноках ну и что но причащаемся у нас квасная но у меня голова есть были дни опресноков написано и все за а если бы на квасном его убили сразу бы вы просто истории не знаете я не вам говорю а с тем с кем разговаривать соображаем оппонентом а то вот видение во храм вели его святая святые богородицы вы думаете маленько еще говорите пересвященник один раз только должен был там ни окон ничего не было чтобы там трехлетняя девчонка делала то кукла играла и убили бы сразу не знаете как спросите книги маковейской что с антиохом было она во святая святых не знаю что сказать а эти тогда уже она не от себе семена зачатая католики еще дальше поползли вообще не знают бога и поэтому путают а бога знаешь мне некогда мне каждый день люди ждут я вот здесь не вылажу тут ответить надо тут вот только за последнее время сколько людей которые с тектантом пришли православие а я бы сидел мурыжился вот посмотрите сейчас у меня идет встреча там в америке он четвертая встреча я смотрел смотрели вот и все вот смотрите и учитесь это не ваши семинарии у нас приехал как-то здесь амброси юрасов слышали такого знаете вы иванова архимандрит но мы поехали в тольменку и на идет дорога то мы говорим то я говорю как 50 он остановился а то немедленно надо издавать нам придать преподают сухое мертвое у вас горит можно пощупать где пошли у меня сразу 32 человека пришли это бог делает не я 32 одновременно и теперь я вот кто-то приехал теперь поехали прищищать будешь они вышли из-под поля получили паспорта кгб хотел этим воспользоваться меня забросить там где лыковые другие места я говорю меня дорогой спихнете убьете нашли сотрудника где пойти я сам найду вместо вот как это амброси который был побыл и года три его не было город еще долго так не был там на алтайске приехал а мне хватило горит это на три года что мы говорили и что мы говорили все на пленку записано и все это теперь в моих книгах дословно его обращение и тут геннадий пас тоже слышали их сравнивать нельзя даже у этого было рождения у этого не было не знает сказала бабка или о вас не видала где-то он все собирает я ему разбор делаю где-то вопросов 80 в книге полностью и он не обижается поздравляют все время потом почему он знает что я люблю его истинная любовь она превозмогает боязнь потерять друга я знаю что главная встреча должна быть перед христом вот как он интересный человек богаты памяти многие слушают но говорит все кажется скандочка как понравится так и брякнет я его ловил на неоднократно здесь а теперь книгу его просто две книги разобрал у меня есть это я разбираю моих книгах есть вопросы тогда он был еще митрополитом гундяев кирилл на 60 вопросов примерно три только правильно ответил нормально дальше потреб патриарх алексей второй его просто и разбирает а в книгах у меня есть примерно ну может быть четыре его или пять процентов постоянно неправильно потом его вопросы его ответы ему вопросы его ответы и дальше я говорю как должно было быть во свете библии это все по-другому выглядит мне что не не охота чтобы были друзья ко мне заезжали патриархи но не каждый это переносит но наступит один день как у нас был митрополит может слышали гидеон ставропольский до кукин а он был у нас новосибирский архиепископом и когда он уезжал а мы часами с ним беседовали вот я захожу с ним вместе полная прихожая там где секретарь сидит полно там священников 60 один соскочил мне владыка далёко ехать я жду сядь и гнать и дольше ждал заходит сейчас проходит они сидят там все парятся я говорю владыка там люди ждали да подождут вот какие у нас беседы были вот он достает библии говорит недавно тут приезжали и лютеранские там были кто-то руководители пасторы и вот подарили библию мне и показывает книгу одну книгу хорошая книга а вот тут написано видите как что христа называет солнцем вот вы ссылаетесь на библию а библия так не говорит я говорю она говорит об этом где говорит я говорю псалом 83 стих 12 он так и сел открывает правда а как же они написали да я в общем к ней не привязан книгу захлопнул мне библию дает на тебе библию подарю тогда берет она едва открывается гривы ни разу не открывали и когда он уезжал 13 лет пробыл и в тобольске сказал слово а мне оттуда передали сразу у нас знакомая батюшки есть и он сказал за 13 лет ни одного из вас не было кто правду бы сказал лицемеры у меня только один человек был который правду мне говорил вот и весь сказ наступил момент расставания теперь бабки подобьем это бог так делает мы на самые злободневные вопросы говорили он такой был ну как архиерейской у него живот такой а так по животу его поклачу владыка ну пойдем ну куда я пойду с такой вот ну сбрось ко мне приезжай через две недели ты будешь другой тонкий звонкий прозрачный я из любого из кураева из теняева сделаю подвижника благодарю за ответы на стихонич вас можно слушать конечно часами но я слушаю вот но просто вы как-то очень много тем сразу берете и просто хотелось бы вот именно на конкретного той который я задал сконцентрироваться то есть я не хотел оскорбить вас сказать что у вас свое понимание когда я читаю библию у меня тоже свое понимание то есть когда каждый любой человек читать библию но у него возникает вот свое понимание например прочитал человека малейшее нас несет царствие небесное он себя начинает думать что значит ну то есть это вот как он понимает или там спасется как бы из огня вот что сегодня опять же выставили это видео то есть вот он по библии ему показалось ну спасется а тут иоанн златоуз говорит что это значит вечная погибель он думает но как баптиз не там Ну, не Баптист, а Алексей Ильичосиф подошел. Он бы сказал, ну, Библия для нас важнее. Спасется, значит, спасется. То есть он как бы, понимаете, у каждого человека при чтении Библии возникает свой образ Библии. И когда он прочитает Святого Отца, ему, может, пока Баптист прочитает, и наши Святые Отцовы скажут, ну, вот они молодцы, но про причастие, скажем, они не правы. Почему, да? Так, отец Петр, сейчас постановитесь. Потому что вы говорите в пустоту. Вы даже не знаете, с кем разговариваете-то. Вы понаслышке обо мне знаете-то. Вот он скажет ему, у меня мысли-то не возникают никакие. Вы даже меня совершенно не знаете. Я со святыми отцами провел 53 года в обнимку. И поэтому у меня не возникает мысли. Я не могу сказать, поэтому я священников осаживаю. Зачем тебе думать-то, когда святые отца думали-то? Вот почему наш Эпихий сказал вам, никогда не завините, я сугубо православный. У меня мыслей нету. Нету. Я считаю, что Слово Божие у меня мгновенно всплывает. Златоуст тот сказал, этот сказал то, Ефрем Сирин сказал то. То есть я конспектировал. Только в одном университете, по блаженному фипелагу, 17 лет преподавал Новый Завет. 17 лет только в одном. И вы можете понять, сколько раз я его перепечатывал, издавал. Теперь я на нем работаю. У меня ни одной мысли нет. Но вы можете сами что-то сказать. Не могу. Вот обо мне много наслышался один профессор. Когда меня привезли в больницу, ну и он пришел. Он задает вопросы. Он думает, вот теперь вот. И вдруг я отвечаю, я не так, как он думал. А я ему цитирую, как Бог сказал. Как сказал Иоанн Затаус истолковал. Какой канон на это. Он через минут 20 говорит, ну у вас свои-то мысли какие-то есть. Я говорю, у меня нету. О, я столько о вас слышал. А я говорю, а я вас сразу узнал. А как вы меня узнали? А да вы в раю еще когда мы с Евой подходили. Вы хотите меня выбросить за ограду церкви святой православной? Но это не пойдет. Я туда не пойду. Я говорю, вот посты, которые сейчас у нас православие, они не евангельское устроение. Не евангельское. Особенно Петров пост. Они не отвечают на значение. Но! Это я только говорю. Я строжайше выполняю. В детском лагере растительного масла в эти дни нету. Мы строго каждый день смотрим по уставу. Ну вас же не поймешь, вы как-то... Вот Кирилл Сахаров был, этот понял. На Берсеневке который. Этот все понял и все правильно написал. Вот как. Мне не надо думать. И вот когда говорите о ком-то, меня... Вы перед вами тысяча человек. Меня туда не относите. У меня нет этого. Я когда Библию начал читать, я сразу мгновенно остановился. Господи! Как понимали в первом веке, когда церковь была единая. Вы не понимаете, какой вам я огонь полыхал. И Бог мне дал его. И я его законспектировал. Переписал. Перепечатал. Размножил. Снова печатаю. Я пропитан святыми отцами. И поэтому моего нигде вы малой порошинки не найдете. Понимаете, в чем беда? Что вот, например, с тем же Баптистом Юрием вы говорили, и вы ему даете тот же свой подход. То есть, что вот ты прочитай Писание, прочитай Предание. Что ты увидишь в Предании не сходится с Писанием, то не принимай. То есть, вы свой образ даете ему. Но не каждый человек сначала прочитал толкование, а потом Библию. То есть, понимаете, может у человека у вас наоборот возникнуть. То есть, я не про вас сейчас говорю. А почему я говорю? Я говорю, потому что он там не найдет этого. Но я ему показываю такую открытость. Такую безусловную любовь к Святой Библии. Но я ему сразу показываю. И в этих словах он сразу подумал. Ну, а вы сами-то когда считали, вы нашли там у них, где противоречие где-то? Я бы ответил, нет. Но он не спросил. Я представляю работать ему. Я работаю с сектантами. И не вам, отец Петр, меня учить, как с ними работать. Я тоже работаю. Когда вы вот столько потрудите среди них, вы поймете. Еще будете конспектировать, а потом проверять. Да не один, когда у вас есть секретарь хороший. И заново и заново мы после каждой беседы садимся. Я смотрю, вот это так. Так как шахматная партия. А какой надо вперед было стих поставить. И когда увидишь результат этот. Я на этом жил. Не просто так. Я этим живу. Надо ответить преподавателю, для Осипова. У меня не было. Вот у меня один Бог. А вот еще хочу спросить. Почему вы считаете, что Богородицей неверно назвался Богом? Что она? Что Богородицей, ну, это не совсем верное название. Вы так сказали в диалоге с Юрией. Ну, я и говорю. Я признаю и считаю, Богородица, Дева, радуйся. Но у меня есть своя мысль. Которой я делюсь. Я не просто считаю трапаретно все. Я говорю. Многое, что у нас есть, требует переосмысления. Даже слова не менять. Бога нельзя родить. Он вечен. Вот и весь сказ. Бог. Он не может быть рожденный. А кого родила Мария? Иисуса. Ну, скажем, личность какая была? То есть, когда кого, мы говорим о личности. Он Богочеловек. Но она родила его как человека. И она бессеменно защела его и безболезненно родила. И он был Богочеловек. И она сама этого не знала. Это подробно все это открылось. Не согласиться в этом вопросе с вами. Ну, вы услышали. Вы спросили, я ответил. Пытаете-то вы меня, не я вас. Нет, я просто хочу. Я просто раньше тоже так думал. Но я вообще не понимаю, с какой целью вы спрашиваете и прочее. Нет, нет, нет. Просто смотрите. Но в нее, говорит, кто роет, тот и упадет. Не надо от меня ров рыть. Это безуспешно. Бесполезно абсолютно. Я не рою, просто ваши такие резкие фразы, они чуть режут слух. Почему? Я сейчас скажу. Просто когда мы говорим, кого родила, мы говорим не о природе человеческой или божественной, а о личности. Родила Бога слово. Богородица родила Бога слово, облеченного плотью. Поэтому когда мы говорим, кого? Логос родила, Слово Божье. Бога родила. Поэтому и Богородица. Поэтому так и, собственно говоря, наставил святитель Кирилл Александрийский на этом термине. Богородица, потому что она не богочеловеческая, то есть личность у Христа не богочеловеческая, а божественная. Правильно? Тут ничего не надо даже накручивать. Вот настолько все понятно. Я вам один раз сказал, вы не приняли. Ну все на этом. Тема закончена. Давайте на другую. Нет, а почему я не принял? Я просто не понимаю. Многое что не принимает. Я бы мог не говорить, крутить научился бы, как попы, вокруг одной палочки. А я открыто говорю, посты, которые сейчас есть, не евангельское устроение. Но я православный, вопрос снят с повестки. Это знаете, кстати, вот недавно с баптистами говорил, и они тоже так говорят. Ну вот ваша церковь, которая в первом веке не такая же, не было постов, не было того-того, облачений не было. Я говорю, ну хорошо, давайте возьмем Ветхий Завет. Вот представим, мы живем в Ветхом Завете. Самаряне пришли, самаряне, они же тоже принимали пять книг. Они придут, например, во времена Христа и скажут, что у вас такое, при Моисее этого не было. Была скиния, а у вас какой-то храм. В скинии не было изображения, а в храме есть отступление. Потом Пасху, Моисейского Стоя есть, а у вас лёжа едят. Каких-то пророков вы привели. При Моисее этого не было. То есть вот знаете, протестанты Ветхого Завета — это самаряне. Они добрые, да, Христос всегда их приводит, какие они молодцы, помогают. Но, тем не менее, смотрите, они как, они не принимали храм и не принимали предания новые. То есть пророков, книги царств и так далее, да. То есть вот у них был этот момент такой. Вот. И, ну, то есть действительно там храм, он изменился по отношению скини. То же самое у церковь, как и организм. Как в Ветхом Завете, это был организм, который вот, ну, менялся, и это было угодно Богу. Так и в Новом Завете он меняется, появляются посты. То есть я тут не вижу проблемы. Ну, понимаете, вот плохо, что вы совершенно как слепые, не видите, к чему мы пришли. Для вас это вот сегодня сидите, разговариваете в теплом местечке. Вы посмотрите, что с церковью-то сделано-то. Такого крушения нигде не было в мире. Что в Византии было? 1453 год, 1917. И опять не понимаете еще, храмы разрушены. Епископам голову повесили на тын. Все разрушено. И опять-опять за то же взялись. Храмы, храмы, храмы. Храм Господень, храм Господень, храм Господень. Иеремия говорит, три раза повторяет, опять за то же самое. 200 храмов в Москве надо построить. А первые собирались по домам. По домам собирались. И они знали Бога. Это не знают. Храму привязка-то идет. Я говорю, конкретно. Вот ты почувствовал, что Бог зовет тебя. Ну давай вот это, сейчас тебе одежды никакой нет. Ну, обыкновенный гражданский человек. Ты же был когда-то, нормально одевался-то. Ну, теперь тебя забрасывают где-то в Норильск. Другого. Сектанта любого, которого есть. И ты, ты должен тебя образовать. А ты же как пугал огородный будешь стоять-то. И при том оригинал-то совершенно, говорит, трухой набитый. Ты ничего не сделаешь. Потому что к храму привязали. А ты должен сразу пойти и благовествовать о Христе. И делать как католики. Засущить рукава, идти работать на стройку. У станка встать. И там тебе люди сердца будут открывать. Вот так. Меня спрашивают, которые священники были. Я уж не говорю каких-то. Глеб Якунин. Это вообще, как раз, ему равных никого нет. Это исповедник Государь. Но у них ни у кого не было то, что у меня было. А почему? Вот и ответ. Потому что у меня день распределен был. Слово Божие и молитва. Ничего больше не было. И поэтому Бог показывал такие чудеса, которых они даже не слышали. Мне не надо фантазировать. Потому что есть жизнь искусственная какая-то. И есть жизнь реальная. Вот в реалии. Меня вырвали из этой жизни. Бог меня перекинул так, как Иосифа. Вот работай теперь там. Я, заходя в дверь, я сразу начинаю работать. Я когда рассказываю, никто из них не слыхал даже. Зэки это шесть ходок. Шестой раз. Я говорю, первый раз вижу, чтобы в камеру заходил режимно-оперативный работник. Снимает китель, вешает, садится, беседует. Открывает камеру. И все охранники собираются и стоят, слушают. Почти два часа. Это вообще неслыханная вещь. Бог так делает. Почему? А меня ни душу никто не корежил. Ни Иосифов, ни Смирнов, никто. Я прямо у нога Христа сидел. Я вместе с Марией сидел и слушал. Что Он мне скажет? Я на каждой молитве останавливаюсь и стою, прислушиваюсь к нежному голосу Бога моего. Куда Он меня посылает сегодня? Он меня будет искать там, куда Он меня послал. Вот представьте, мы сидим за столом, митрополит, несколько епископов, и они меня уговаривают третий день, чтобы я согласился стать священником. Да вы понимаете, сколько тех, которые хотят стать, они работают там в хащегарке, где угодно при церкви, свечи, где же в руку положили. Я не тот. Вы ко мне никакие ваши знания не примените. Это видел только Кирилл Сахаров. Это его определение. Это целый феномен. Ни в какие классификации Игнатия нельзя поставить. Вы не можете понять, что мне это Бог дал. Я им говорю, я вам докажу, отцы, но не удалось доказать. Второй день я доказываю. Наконец-то третий день я им доказал, что это не мое. Митрополит посидел и говорит, пожалуй, так, кое-где вам ход будет закрыт. Я знаю, куда меня Бог призвал. Когда меня судят, судья спрашивает, вот вы священники сидите в зале сюда. А Лапкин-то не священник? А почему он для вас этот материал готовил? И отец Геннадий Пас говорит так. Я преподаватель. В университете был. Но учебники я не пишу. Это другие делают. Вот и весь ответ. Это Бог дает. И Бог дает так, как ты сам не предполагаешь. А ты знал, что будешь говорить? Я их не знал. Я иду совершенно свободный. Наступает момент, и я еще, как неемя, молча стою перед Богом. Перед правителем. Что он мне скажет? Сказать, в первую очередь, говорить или не говорить? Первый вопрос. А теперь что сказать Петру Михайлеву? Я вот еще... Ну, с этой темой я вас понял. То есть, ну, бесполезно спорить. Вот. Но, вот, например, вы сказали, что... Еще как-то в одной беседе, что... Канонизация – это не библейская. Я вот стал думать, действительно, вот есть ли какие-то слова в Библии, которые были, ну, как бы, за канонизацию. Канонизация – это что такое? Это, в принципе, церковь говорит. Вот этот человек для нас теперь пример. Безумие. Одним словом. Я вам скажу. Можно я сейчас вот договорю? Сейчас. Первая Коринфия 4.15. Чтобы вы не искали. Посмотрите. Я это слушал ваши слова. Вот. Но я и нашел другие слова. Так, то есть, вот, святые – это, в принципе, пример, который нам дает церковь. Посмотрите, что оно говорит. Послание Якова 5.10. Пример. Злострадай, недолготерпеть не, а возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. То есть, фактически, вот вам тот канон, на кого вы должны ориентироваться. Обычно люди, пророки, движимы Духом Святым. Да, то есть, вот, в принципе, само Писание нам говорит о такой, ну, канонизации какой-то. Или, например, первое послание Петра 5.3. Петр говорит священникам, да, что вы не господствуйте над наследием Божиим, но подавайте пример стаду. То есть, вот, вы должны быть тем каноном. То есть, вот. Сам Христос говорит, что я оставил вам пример. То есть, что вы подражали мне. Вот. То есть, в принципе, можно сказать, что все-таки канонизация, она имеет. Да нет, конечно. Подражать делам их, как они делали. Ссылаться на дела их. Определять в раю или не в раю, ни пророков, на которых сослались, ни евангелисты, никто на это не претендовали. Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. Не судите, ни положительно, ни отрицательно. Никак написано прежде времени, доколе не придет Господь. Вы в Бога не верите. И в Библию не верите. Если бы вы верили, вы бы никогда не подумали об этом. Какую-то Матрону нашли. Только едва-едва с сеней расправили, царя канонизировали. Все, забыли. Теперь новая фишка должна быть. Безумие. Зачем тогда суд Божий? Кого-то анафиями предавать. Кого-то во святые толкать. А зачем тогда суд-то Божий нужен-то? Вот посмотрите, житие святых Паисия. Весь город в трауре. Вы привозили в тот раз. А он только один. Один только он увидел, что там дьявол стоит и душу вынимает. А люди говорят, что в столетии рождается один такой праведник. Почему вы не видите, что говорил Макарий Александрийский? Причищаются, а там демоны уголь влагают в рот. Почему скрыли это? Нигде в житиях этого нет. И сейчас всего ни одного храма нет. Умышленно все выхолощивают. Почему? Потому что это обличает безумие, которое в церкви светет. И вот надо опять. И опять готовят кого-то. А сколько, вы знаете, деканонизировали за последние годы-то? 32 человека. А уже во имя их крестили, уже храмы строили. Еще они по боку. А не было никакой деканонизации? Нету, не было, да? Нету. Я служу в храме новомучеников, поэтому я знаю, что ни одного... Мы служим всем тем, кого прославили, тем мы служим. Разобрались, говорит, мощи-то, мощи посчитали, а потом только разобрались. Там мощи были, говорит, чеченцы, которые рядом додумали и там выкопали. Я столько историй знаю, которые, говорит, не понаслышке. Зачем это надо? Я вам сейчас выставлю просто конкретно данные из жития святых взятые. Нет, но святые, которых вы приводите, они же тоже являются членами церкви. То есть смотрите, апостол Павел говорит, что церковь — это стол подтверждения истины. То есть единственное, что, собственно говоря, истина есть на земле — это церковь, которая пользуется разными средствами для того, чтобы передать истину людям. Писанием, преданием, устным преданием, ну, чем угодно, литургика и так далее. То есть критерии церковь, что свяжется на земле, будет связано на небе, что развяжется на земле, будет развязано на небе. И церковь может свидетельствовать о святости человека. Ну, как вот, например, пророки. Кто определил, что до Христа? Почему пророки вошли вдруг в Ветхий Завет? Кто определил? Просто церковь, Ветхозаветная церковь. Вот и всё, ответ. Также и в Новом Завете, то есть церковь определяет, свидетельствует, вы будете свидетелями того, что люди, они святость получили. Вы говорите про это же те, где там душу, значит, забрали демоны. Но ведь это тоже в церкви мы это знаем. То есть человек это не прославил, а церковь. Так это один случай, который описали. Один. Это один. Это понятно, что писал человек. Ещё редакторы посмотрят. Вот о Матроне писали, она обещала священников. И сразу на переработку. Нет, говорит, это не пойдёт. Это надо переписать. Фальсификация. Это не жизнь. И этого не надо делать. Если он пророк, значит, пророк. И всё на этом сказано. Ну, подражайте вере их, взирая на кончину. Всё. Подражайте. Это же есть основание канонизации. Это не канонизация. Подражайте. Не надо путать. Вы как-то к этому слову подгоняйте. Этого слова-то даже нету нигде. Это канонизация. Вы не можете без маленьких башков. Вы считаете премудрость Соломона. Наконец, говорит, это отечественное обычное. Сделался уже на практике. А вначале скорбь о сыне была. Сделал изображение. А потом стали почитать. И как Бога уже чтят Зевса и прочее. Премудрость Соломона прекрасно об этом сказано. Зачем я вообще, зачем, когда есть живой Бог? Я молюсь каждый день всем святым. Всем святым. Они канонизированы. Я молюсь. Я не могу без этого. Я каждые, допустим, два часа я молюсь всем святым. Всем. Я перечисляю их. Больше сотни. Больше намного. Но остается в силе то, что сказано. Не судите никак прежде времени. Не судите. И когда придет Господь, откроет скрытое во мраке. А какие были мысли? А чем он был движимый? А что есть? Ну зачем это? А то, что ничего не делает. Привыкли бездельничать. А в это время, пока мы с вами сидим здесь, эговисты идут от дома к дому. Новые, новые души. Каждые две минуты новые, как Дворкин-то подсчитал. Просто вы сказали, что нигде этого слова нет. Слово есть. В Новом Завете, вот я посмотрел, дважды встречается. Канон в греческой Библии. То есть, ну, это греческое слово. Первый раз во втором послании Коринфянам, 10-13, там сказано, «А мы не без меры хвалиться будем». Но по мере удела, вот слово «удел» — это канон по-гречески. Какой назначил нам Бог. Такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Это первый раз. А как он переводится? Как это слово «канон» по-русски? Ну, как бы первое значение — это правило. То есть канон — это правило. Это трость для измерения, трость. Да, да, ну, правило. Мера, мера, да, трость. Тут перевели как удел. Канон как удел. И второй раз это послание Галатам 6-16. Тем, которые поступают по всему правилу, канону. Мир им и милость и Израиль им. Что все-таки слово «канон» встречается. Ну, просто я вам просто говорить, что нет. На всякий случай сказал. Ну, и последнее, наверное, что еще на сегодня хотел бы я вот сказать. Опять же, вот тоже думал о почитании мощей. Думаю, ну, как вам библейски попытаться объяснить? Понятно, что мощь, да, это мешает кому-то. Ну, как и Троица мешает. И есть перегибы с этим. Я не хочу говорить о перегибах. Просто вот почему появилось почитание мощей? В Новом Завете несколько раз говорит апостол Павел о том, что вы — храм Духа Святого. Ваши тела. Да, в послании, первом кослании Коринфянам 6-19, он говорит, что тела — ваша суть, храм, живущий у вас Святого Духа. То есть, ваше тело — храм. В Ветхом Завете люди не были храмами Духа Святого. То есть, это приобретение Нового Завета. А как нужно относиться к храму, в котором живет Дух Святой? Псалом 5-8. Поклонюсь святому храму твоему. Обождите. Видите, все по Библии. Это эквилибристы. Вы рассуждаете, как шут с бубенчиками на сцене. И сразу раз по тому храму перекинули, и все. Просто безумие какое-то. Вы кощунствуете. Да никто не знал, чтобы такие эквилибристские трюки делать. А вот храм, я поклонюсь, и уже на тело человеческое. Даже никогда не додумаешься. Свихнулись совершенно. Ну, перестаньте. Больше говорить не очень. Время тратите. Ну, вам надо. Берите, говорит, ешьте, обнимайте. Похоронено. Даже мертвецам оставил Господь хоронить. Оставьте мертвецам. А вы капаете, это даже как будто Богу на ум не приходило. И вот сейчас показывают, мне пришло по интернету, как там большие тазы, и они стоят там архиереи, священники, нового канонизируют. И промывают косточки, целуют, не поймешь. А что ли, откусывают ребрышки отдельно, позвонки. И все это, все это открытые ролики. Ролики. Красочные, конечно. Ужас какой. Представьте, посмотрят люди, которые верят в Бога, еще не подумают. Некрофилы. Ну, вот просто я вам как-то писал, вы как-то мне отреагировали на это, что, в принципе, я просто поискал, что, оказывается, и Златоуст, и Григорий, Богослов, Феодорит, они все, в принципе, нормально относились к тому, что и мощь, там, мощь вавилы переносили и так далее, Ян Статус переносил. Косточки промывали вот так вином, вот промывали, рукой стоит, отирает, потом сушили, материя там чистая протирает. Об этом не говорится. И разбирали по косточкам. Об этом не говорится, но, тем не менее, их доставали и переносили в храм. Ну, вперед-то можно было посмотреть, что чем это кончится-то. Ну, мы так говорим. Ну, сегодня ли православным говорить, когда все рушится, доживает последние дни. Православие – это громадная секта. Это сегодня понимают люди. Совершенно к евангельскому учению никакого отношения не имеет. Совершенно. Вот мощи где-то, как вот полудурки какие-то собрались, один другого дурнее. Живое слово, идите проповедуйте. Страна погибает. Сегодня, завтра ее раздирать будут. Вы подготовьте людей правильно умереть, чтобы болеть. У вас никакой нужды больше нету. Вот стоите, кривляетесь там. Что вам больше делать нечего? В Библии нет этого. Если у меня передо мной отец, то мне не надо его портрет ставить, чтобы я в присутствии отца говорил. Ну, если вы представляете, и все. Иконы есть. Они у меня есть. Я покажу вам, сколько у меня икон. Но не надо навешивать на другого, которого нет. Я легко докажу, иконы не идут. Но не больше того. Ну, прямо вот скажите, и сразу храмы перевернули где-то. Да я вас ловить даже не буду. Вы сразу провалитесь. Это не пойдет так разговаривать. Ветхи не было. А, говорит, в Духе истине. А в Ветхом Завете было это? Бог ищет поклоняющийся в Духе истине. В Духе-то было? А в истине-то не было. Было в образах. Надо это еще понять. Вот они были святы. И тела и были храм Духа Святого. Дух Святой был в них, говорил, воодушевлял. А как бы без Духа Святого Давид сказал? Он говорит, Духа Святого не отними от меня. После двух преступлений, уголовник. И несмотря на это, Дух Святой Златон говорит, его не покинул. Он в пятом томе объясняет своих творений. И что? Да то, что он был храмом Духа Святого. И Бог хранил его. И давал силу Самсону. Так он не так поступал. Не так поступал. Дух Божий был на нем. И он растерзает любого льва и ворота унес. Без Духа Божьего ничего не мог бы сделать. А то Дух Святой там не присутствовал. Пророк. Когда они еще от себя придумывали все это. Нет, я такого не говорил, Игорь Тихонович. Что он не говорил к ним. Дух Божий на мне. Он помазал меня, написано. Да, на мне. Вот это тут именно важно на мне. То есть не внутри меня, а на мне. Диадок по-тикийски есть такой. Вас близко не надо к семинарию. В семинарии закройте все эти. Размолять по камушку. Вы читали же Добротолюбие. Диадок по-тикийски что говорит? Что до крещения дьявол действует на человека изнутри. Бог снаружи его. А после крещения он становится чадом Божьим. Бог уже изнутри, а дьявол снаружи. Вот вся и разница. Он и внутри дьявол. Никуда он не делся. И в Ветхом Завете как бы... Отец Пепар, первый том Иоанна Златоуста. К монаху Стагирью. Просчитайте, больше не будете бредить этим. Я вам говорю конкретно. Первый том творения святого Иоанна Златоуста, отца нашего. И к монаху Стагирью. Ну и что? Где он был? Внутри или снаружи? Когда он бесновастен начал, черная свинья вовнутрь зашла. И считаем мы, где там Зосима была, отрах, вышел, ну маленько там согрешил. Другой с евреем разговаривал, у Паисия написано. И он ничего не заметил, а он в нем сразу заметил. Стали молиться из него, дымом стал выходить. Так он же крещеный, он же исполненный благодати. Он с учителем великим живет. Не пободрствовал, и дух злобы вошел. Я видел, как говорят, духи вошли в вас. Но не написано, что вышли у Михея. Вот сегодня они, попы этим маются. Попросите Бога. Просто все-таки в Ветхом за это ни разу не сказано, что ваши тела охраны Духа Святого. Согласны с этим? Ну зачем сказать? Вы еще как-то трафаретка какая-то. Не, ну вы говорите только по Библии. Он говорит, Духа Святого не отнимет меня. Ну что, верхом на нем сидел? Ну что вы рассуждаете? Это как будто я то ли кощунствую, что ли еще? Да где это написано, что Дух Святой был на руках или где-то? Он в нем и был. Скажите, ангел может входить в человека? Нет. Но он может давать мысль человеку? Знаете, если хороший профессор, психолог может, вот это только дано. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа, человеческого, живущего в нем. Вот это за основу надо брать. Дух человеческий. Им не дано. Явол не знает, и ангел не знает. Но судя по тому, что как мы ведем, какое выражение лица, они могут догадаться. Это психологи. Понятно, но внушать нам мысли они могут? Если для этого есть основания, то это внушает. И он нарисует. Нет, ну могут. Как бы в принципе могут. Он говорит, он притворился в женщину, в мужчину. Одновременно мужчина и женщина делают. Ну тебе надо такое? Он говорит, я такое тебе сделаю. Когда-то пожелал он быть, пошел, говорит, я буду священником. А дядя у него был епископ. А поднял, дорогой встретил, давай его обнимать, такие мерзости начал делать. Было такое, что он прям плоть вырывал из них и изблевывал на них. И она постенько, считаем мы. Ну надо просто посмотреть. Это им было открыто окон. Он вообще взял демонов и запечатал там 30 кувшинов. Как это может быть? А разве кувшин держит? Как будто хаттабыч какой. А строители открыли, вихри начались, язвы везде. Я когда-то насчитал, на меня напали в интернете буквально все. Что вы говорите? Я говорю, жития 5 марта. И все. Я в это верю. Почему? Потому что я православный. Хотел у вас еще спросить, может вы поделитесь опытом. О чем вы, например, если вы говорили в школе. Вот понятно, школа там. У нас есть возможность как бы говорить с детьми. Но не знаешь, на чем акцент сделать. Если для них просто говорить про Христа Бога, они скажут, нам тут пропаганда. Не будут приходить. Ну вот вам надо было со мной походить. Я приезжаю в Новосибирск. Меня сестра вызывает. Малки у вас и спрашивают. Школа готова. Они по три класса загоняют в один класс. На партах, в двое этажа, стоят там. Я иначе не успеваю. Закончил этот класс, это брат мой. Отец таким. Вот. Через коридор в другой. Я захожу. А у меня тема нет. А со мной ходят завучи, школы. И она потом скажет. Вы все время делаете вступительное слово. Сделали его 15 раз. Все время разное. Я такого не встречала. Что вступительное. Она сидит, записывает. Как это можно? Я говорю, я зашел и посмотрел, что на доске написано. Если написано два слова, это тема, которую я развиваю. Зашел портрет. Я начинаю по портрету говорить. Я взгляд детей фокусирую на том, что у них в классе, и чего они не знают. Написано экономика. Все. Я с этим классом разговариваю об экономике. Но все подведу по Библии, по святым отцам. Я ухожу, они толпой следом за мной идут. А почему священники не могут? Потому что они бесталанные. Ой, вы так о себе говорите. Я не о себе, я о вас говорю. А почему? Потому что вы обуяна страхом. Вы боитесь слово сказать. Боитесь властей. Боитесь потерять должность. Боитесь епископа. А где страх Господень, там нет мудрости. Бог не может там работать. Богу нужно совершенно открытое сердце. Вот я, как вышел Исаий и говорит, вот я. А я нечистый. А вот тебе клещами по устам и иди. И теперь понесешь свидетельство. Я из класса в класс иду. И школа закончена в течение одной недели. Я одновременно вел примерно 20 с лишним школ. 5 университетов. 3 техникума. 7 отделов милиции и краевой воды. Одновременно это все. Одновременно. Заводов сколько? 15 заводов. КГБ, прокуратура, 3 радиопрограммы. Это все в течение одной недели. Воинские части все подо мной были. Так что меня в кинотеатре, в большом, вот так вот протягивают. Не могут через солдат протащить. Их пригоняют. И везде все разное. А как вы узнаете? Бывает подслушанный разговор только. Это для меня уже тема. Вот так. Понятно. То есть какая-то случайная тема, и потом вы выводите эту игру. Да, именно так. Вот совершенно случайно. Я зашел, а у них какое-то там изобразительное искусство в школе. Данте одна картина есть, а вторая, кажется, Рембрандта стоит. Я мгновенно их соединяю. Эти картины начинаю объяснять. Я вел в университетах мировое искусство по картинам-то. Для меня это стихия моя. Я сразу начинаю говорить. Вот он был такой. И дальше я уже беру из истории, как Леонард Давидович рисовал. Как он искал образ Христа, потом Иуда. И оказался один и тот же человек, который в позе бил ему, когда показывал он Христа. И теперь через сколько-то лет находит его. И оказался этот алкаш, этот человек про пояса, зэк. Тот же самый, который образ Христа писал. Что Сатана делает-то? Это тема. А теперь это для учащихся. Как вести? Я в 68-й школе, директор, депутат или кто он, очень известный. В энциклопедию занесен, современную. Мы начинаем «Отцы и дети» Тургенева. Он считает, я разъясняю. И все во свете Библии. Это надо послушать. Это шик. Как это послушать? Представьте. Я в университете начинаю. Царю Небесный пропоют. 60 раз. 60 занятий я провел, объясняя одну молитву царю Небесный утешителю. Это чего-то стоит? По 20 минут, по 25. Это вступительное слово у меня было. 60. Пока разъяснил эту молитву. И нигде повтора не было. А у вас не осталось записей из беседы? Остались. Где-то записи в этой... Один человек приходил, записывал. Ну, такие кассетные были. А потом, уходя, две коробки принес и мне прямо на кафедру поставил. На стол, около кафедры. Вот я писал, я больше ходить не могу. Я выезжаю или что-то там. Это я вам дарю. Так где-то и лежат. А могли бы... Мне не один говорит. А могли бы это сказать? Это надо восстанавливать. Вот мы сидим... Вот здесь вот сидит у меня яромонах, который печатает. Я впервые видел человека такого, который, не глядя, печатает десятью пальцами по-русски и по-английски одинаково набирает. Нам идти на службу. Мы встаем рано. В 4.40 мы решили утреннее короткое правило, потому что мы идем на литургию. Мы пишем. Я хожу там сзади, мельтешусь. Мне в это время ни звонка, ничего нельзя. Все отключается. Я весь там, в тех событиях. А он сидит и быстро только печатает. И он не просто печатает, а потом останавливается так. Вот это предложение последнее не очень ясно. Так, расширьте его так. Подожди. Прочитай последнее предложение. Так, я дальше начну. И мы только заканчивать, идти в храм, и в это время у него все исчезает. Ни в корзине, нигде этого нету. Какое было огорчение. Но помолились, вернулись. Ну нет, нигде нету. Никто не найдет. Я тогда говорю, ну что, давай заново. И написали. Я написал более пространно, лучше. И он только сказал, тут более сухое, чем там. То есть у меня в памяти все осталось. Я буквально восстановил. Но уже того огня не было. Я просто умом действовал. А там я говорил, в этом вот подъеме. Я это видел, это событие. Я говорил. У меня очень сильно развито воображение. Это первый пункт для руководителя. Воображение. Я со святыми вместе на костер выходил. Я вместе с ними плакал, сгорал. Мороженый стоял. Во мне огонь полыхал. Понятно. Ну, в принципе, все, что я хотел спросить. Спасибо. Так, о чем я вам говорил, вы впредь. Вы даже сами не знаете. Я просто разъяснил ваши действия. Вы этого не хотели, то другое. Но по всему виду, что вы подыскиваетесь. Это любому ясно. Подождите. Роете ров мне. Этого не надо делать. Потому что вы мной воспользоваться можете. На мне еще пахать можно семилемешным плугом. Воспользуйтесь, пока я живой. Мне не нужна ваша канализация после смерти. Вы хоть травинку принесите с любовью к моим ногам. Бросьте издалека хотя бы. И мне уже будет приятно. Мы не на равные говорим. Вы службой занимаетесь. У вас времени-то нет. А у меня время. Все было посвящено этому. Я работал на такой работе, чтобы голова была свободна. Я строгаю полы, навешиваю двери. А меня здесь нет. Я сегодняшний смотрю, что в церкви считается. И я в это время на работе работаю. Составляю проповедь одну. Быстренно я ее произношу. У меня фразы слагаются, которые писать можно. Не просто ни о чем не думал. Я иду, у меня конкретные четкие фразы я произношу. Если бы я все записывал, так говорится, ни два, ни три тома было бы. Хотя в книгах 1130 проповедей. Вот так. Это мне Бог дал. Вот мы едем. Со мной едет кандидат богословских наук. Я скажу, это Божьей милостью редкий талант. Он погиб. Александр Пивоваров. Его брат родной Борис в Академгородке. Магистр богословия. И он говорит, вот сегодня тема такая. А мы едем в троллейбусе, в Новосибирске. И мы у него трое на священника проходили, учились. Три брата родных. И он говорит, а как бы вы сказали? Я ему говорю. Я ничего не думаю. Просто я говорю, как бы я сказал. Но я же, я никто. Теперь я чтец. Я могу при епископе говорить, что я и делал. Он выходит, и теперь все, что я говорил, он все озвучивает. У него такой богатый материал, но он именно это берет. Вот Андрей Кураев это увидел. Игнатий поднимает целые пласты. И притом ниоткуда не берет. Он только связующие слова дает. Андрей Кураев это увидел. Увидите это вы. Мы это забыли. Мы это оставили. До нанотехнологии, говорит, с мощами доходим. Нет, я говорю, что я очень вас люблю слушать. Я практически каждый день, если есть время, какая-то механическая работа, мыть посуду или что-то по дому делать, я вас включаю и слушаю. И мне очень нравится пробовать. Но просто, знаете, просто есть места, они просто режут по слуху, которые вот этих касаются. Поэтому просто мне жалко, что вот... Это не такой какой. Знаете, как... Нет, не то, что не такой. Но, знаете, вот Ориген. Величайший человек. Скольких он привел к церкви. К Григорию чудотворец. Множество святых. Беседовал с женой императора-язычницы. Там епископы его слушали. Да, да, все это было. А потом Анафина. Через два столетия. Меня бы под эту категорию, к Оригену надо подвинуть. Я не Ориген. Нет, просто... Я повторяю, я не Ориген. Я ни одного слова, за что церковь посудила, от Оригена не принимаю. Но у меня частное мнение, как у Иосипова. Можете вжечь мои книги. Частное мнение, это придумал Болотов. Такого слова-то не было у отцов святых, и в Библии его нет. Знаете, как придумали? Частное мнение. Так легко сказать. Частное мнение, я говорю. У меня есть частное мнение. Мое личное мнение основано на Священном Писании. Не просто мне так кажется. Но основано на Священном Писании. Я четко и ясно говорю. Посты у нас не евангельское устроение. Апостольское это 40-й, со средой и пятницей. Тут я намертво стою и с сектантом говорю. Остальное можете исполнять, не исполнять. Но я православный. Мне как раз, что доктор прописал. Ну, понятно. Если я был как вы. Вот скажите, отцов Петров сколько вы знаете? Кого? Вас как величать? Петр, как величать вас? Александрийский, но святой? Или вы имеете в виду? Нет, вас как? У вас отец биологический? Александрович. Петр Александрович. Да Петров-то Александрович, пруд-пруди. А вы найдите в интернете Игнатия Тихоновича одного. Все, и вы ни одного не найдете, я один. Ну, согласен. Почему? Да потому что, когда я выступал по радио, ну, выступал, то есть, говорил, программа у меня была, и вдруг один позвонил, я на телевидение, радио, 30 лет проработал. У вас такое поэтичное, то другое. Я говорю, у нас по календарю называли. У меня старший брат был Самуил, вот это сидит Иоаким. И когда он в семинаре был, там достаточно сказать Иоаким, все знают, Салтая, в московском семинаре. А у нас было три священника в храме, их четыре, а три Михаила. Три из них Михаила. А какой? Молодой, старый, но старых два. Какой? Выслили с волосами. Фамилии-то люди не знают-то. Нельзя так называть. Вот у меня... В этом я полностью с вами согласен. У меня дядя по матери Макаре Филарет Эммануил Амос. А по отцу Стефан Амос Наум. Хотите, я вам скажу детей моих друзей? Гликерия, Иларион, Ендокия, Гермиония. О, прекрасно. Прекрасно. У нас вот сейчас у племянника, у него первый Варлам, а второй сейчас Назарий. Я с этими согласен. Жалко, что вот у нас... Ну, сейчас есть такой... Назад идет процесс. И Мирон есть, и Матфей, и Ермолай даже есть. Да. Но надо смотреть, что... Вот я когда программу вел, и по именам... Ой, как на меня... Вот первый раз услышали о Зюгана и хорошо сказали. А я где сказал? Ну, вы же объясняли Геннадию, что означает. Я объяснял, что Геннадий означает. Объяснял, что Борис означает. У меня другой подход. Обычно Валентина, это чернявая. Я не так. Я считаю, что жития святых и о подражании ей больше ничего нет. Моего ничего нету совершенно. А вот она такая... Да они разные Валентины бывают, разные Глорионы. Какой был отец у Иосифа Виссариона, еще Сталина-то? Кто знает? А сапожник пьяный, бил колодкой по голове. А другой Виссарион, вон, в Красноярске наворачивает. Христос, последний остаток. Поэтому имя еще не говорит, как Иоанн Златоуз говорит. А нужно подражать тому, кто носил имя. Вот они, Милетий, как вернулся, у них и ссылки. Сплошняком пошли Милетий, как в 62-м году Юрий, после Гагарина. Не, не, не. Надо просто довериться церкви и календарю. Это как на 7-м Вселенском соборе было очень много львов в честь иконоборца. Льва, как про него называли. Льва и Савра. Ну да, есть такое у нас. И сейчас в Советском Союзе, в принципе, имена все царские были. Александр, Дмитрий, Мария, Анна. То есть, хотя народ и простой, но все равно в честь царей называли. Так вот, Петр. А то у меня пришел один еговист, свидетель Еговы, там, видно, руководитель у них. Ну, беседа шла на дому. Он мне говорит, сын вот сейчас, говорит, приезжает, Зарававель. Я не встречал больше. Зарававель. Мне очень хочется, чтобы Ездрой назвали. Ездра. Более значимой фигуры нету ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Более значимой. Никто не сделал, из-за которым ни одного замещания нет. И его нет в списке святых. Ну что, нормально? У нас многих нет. Не надо многих говорить. Я называю самый-самый-самый. Книгу рекордов Гиннеса можно записать. Три книги его в Библии. Он собирает книги Ветхого Завета. Он выводит народ из плена. Отстраивает храм Иерусалим. Нельзя сказать, что он так и сделал. И его нигде нету. Вообще. Извините, вот такая подробность. А у вас есть дети? Просто я нигде не слышал в роликах. О чем? Ну, ваше видео, а пройти не слышал. О чем? О детях у вас есть или нет? Да у меня сколько? Обо всем есть. И занятия есть. А возьмите в лагере. В лагере, как у меня с детьми... Не, я имею в виду личных. Вот об этом я сейчас говорю. Об этом только Кирилл Сахаров мог увидеть. Вот он был и все записывал. Все. И все игры, и как встают, и какая форма наказания, в чем выражается. А другому никакой нужды нету. Один священник приехал, я ему стал говорить. Я говорю, вот был отец Кирилл, какой он любознательный. Он пишет магнитофоном, рукой записывает. Еще священник этот вынул православный. Жит. Он и сюда пробрался. Да это в крови уже этот антисемитизм. Чего он жит? А он не Сахаров, он Цукарман. Он сам даже не знает этого. Я отца Кирилля лично знаю, конечно, как такой интересный очень человек. Очень, да. Он в Союзе писателей принятый сейчас. Да, он тоже беседовал с пятидесятниками и с баптистами. То есть он тоже любит с христианами побеседовать. Недавно он опубликовал беседу с адвентистами. Я, говорит, в очередной раз убеждаюсь, как плохо мы знаем. Среди православных я встретил в жизни только одного человека и меня называют. Который знает Библии, знает, как с ними беседовать. Я сегодня говорил. Меня не интересует, как ко мне относится Олег Синяев. Я везде подчеркиваю. Из тех он самый правильный. И он в Библии всегда открыта. Ну вот, например, можно я своим опытом таким поделюсь. Вот, например, у нас на бульваре стоят те же свидетели Иеговы, да? Вот я, ну, догнал, там их, ну, то есть попросил поговорить. Мы говорили о церкви, конечно, то есть это самое главное, чего у них нет. То есть я говорю, что, понимаете, вы, ну, допустим, не православные, но вы должны искать просто, что церковь должна быть две тысячи лет, как минимум. И она как бы все соглашается, но говорит, ну, понимаете, я вот тут нашла истину, и все. И у нее на этом закрывается. Вы дальше-то не разговариваете, что такими вы их сделали, попы. Это на ваша душе. Вы не учили, они пошли туда. Ну, я вам рассказываю. Вот мне пишет одна, яговистка, ей 84 года, инвалид второй группы по зрению, и она пишет в одном письме, 74 ссылки на Библию делает. Я, говорит, все время приходила к отцу Епифанию, ты говорила, батюшка, мне охота вот узнать Евангелие. Ну, зачем тебе? Ты же ходишь, исповедуешься. Дохожу, батюшка, ну, я вижу, ты ходишь, причащаешься. Зачем тебе это? Я еще раз пришла. А потом постучали, и открыла две девушки, хорошо одетые. И они спросили, хотите заниматься Библией? Ой, проходите, я их завела. Все, она пожила икона, и прочее, это на чьей совести? Ян Затал говорит, одна душа погибнет, о, ты, Поп, Петр. Если одна душа погибнет по твоей небрежности, теперь всей жизни поповской не хватит рассчитаться за нее. За нее Христос умер. А вы колобродите, сидите, что попало? Тут вопрос уже не о том, что кто виноват, а вопрос, что делать. Нет, кто виноват, надо найти. Найти. Ну как? Потому что вы повторяете то же самое, что погубило Россию. На скаме подсудимых, если будет суд за развал России, первое будет сидеть учителя и священники. Вы имели доступ к душам людей. Ни кочегара, ни плотники. Вы, главные виновники, вы развратили народ поведением своим, жадностью, корыстолюбием и трусостью. Это только уж совершенно слепому не видно. Я просто священник не так давно, поэтому я вряд ли успел все это сделать. Поэтому я вот и спрашиваю, что делать сейчас. Конкретно начинать каяться, учитесь плакать, выпросить у Бога слезы, запогублены над вами души. За столько лет вы уже там, и что вы дали им? Я приезжаю к священнику. Вот приехали, уж не буду говорить, его снимут сразу. Но он очень расположен. У него книги. Он приезжал и купил книги. Он их книги, эти все вопросы выписал, и крупно, как панно сделался, приходят люди, которые у него в большой прихожей такая, где самый храм огромный-то, и люди считают, и он тут же книги им выдает. Ну, мы приехали к нему, и он говорит, нынче зимой вы обязательно должны у меня здесь вести занятия. Народ расположен, и вас знают, книги. Я говорю, давайте сначала побеседуем. Когда мы с ним побеседовали, во дворе посидели-то, он больше мне не звонит. Вот и все. А мы в храме совершили молитву у него, подняли руки, попросили благословения и поехали дальше. Священник во всех отношениях хороший. И вот когда книги у меня на набор делал, этот яромонах сидел, а он в это время, я сыпанул, там 3000 вопросов, которые мне задавали в университетах везде, и он залез на койку, разулся, сидит на четвереньках и перебирает. И вот выбрал, на эти вопросы ответьте. Я отвечаю, я совсем не так думал, он заранее думает, как бы он ответил. И мы в это время записали 20 вопросов. Он говорит, я ни на один правильно не ответил. Ну какой ты учитель-то? Но то, что я говорю, ты можешь? Да нет, это абсолютно точно. Я просто душой чувствую. Я говорю и попутно ссылки на Писание Святых Отцов на каноны делаю. По памяти. И он сидит, выбирает, и опустил руки. Так что же с нами делается-то? Я ни одного вопроса правильно не мог ответить. Притом батюшка с бородой. Он такой симпатичный в годах. Ну, просто замечательный. Мягкий. Но это не его место. Ты должен быть как руководитель. Вы слышали, что я говорю? Шесть качеств предводителя должны быть. Знаете их? Нет, это я не слышал. Первое, запишите. А вот я сегодня объяснял только. Это американцы исследовали. Когда убивают командира, почему в атаку ведет никто по чину ниже. Ну, был капитан, старший лейтенант. А сержант выскочил. И они стали исследовать многие такие моменты. И нашли в этих во всех шесть качеств. А у священника они должны быть от рождения. Первое, записывайте быстро. Воображение. Вы должны воображать до конца строить храм. Что будет, какой народ, нужен ли этот храм. Второе, знание. Что вы делаете? Вы должны знать. Знать свое дело. Коров разводить. Коров знать. Каким кормом кормить. Все. Третье, умение. Как это выполнить? А воображение-то вы должны от первого кирпича, от фундамента и как крест поставите. У вас воображение должно работать. Вот. Четвертое качество. Решимость. Решимость. Решимость такая, что вы еще не вышли, говорит, из окопов, а враг уже белый флаг выбросил. Решимость. Пятое качество. Беспощадность. Беспощадность к разгильдяям, которые слово не держат. Безжалостно расставайтесь с ними. Они только мешаются. Два нарушения, до свидания. И последнее, самое трудное. Привлекательность. Я знаю людей, которые совершенно соответствуют пяти качествам. Шестого нет у него. И ничего не получается. Тебя нету. Ты в больнице. Ты уехал. Но ты все время в эпицентре событий. У тебя будет много врагов у друзей. Но и друзья, и враги склонят голову. В нужный момент они скажут, да, он говорил правильно. Привлекательность. Чем? Абсолютным своим покорянием воли Божией. Чтобы никто нигде тебя не смог создать. А что говоришь? А что ты делаешь? Большего позора нельзя вытерпеть. А священники сплошь и рядом это терпят. Я не говорю конкретно о вас. Я вас не знаю. Но это общее. Вспомните Гоголя, Белинского. Кто что писал? Про кого, говорит, они идут? Про Попада, про Попову дочку. Ну, вспомните. Перед иконой, говорит. Сарапается и дальше сзади существо. Виссарион Григорьевич Белинский. Да я беру просто кого-то. Возьмите Достоевский. Самый-таки Лесков. Ну что? А, Лесков, он высмеивал. А ты священнической среды люди. Как Лесков Николай Семенович. И что он писал? Там некрещенные попы другие. Прекрасные. Но все в таком тоне, что... И как архиерейские там записки на севере был. Его нельзя сказать, что он неправду говорил. На краю земли, да. Лесков-то задел только чуть-чуть с краев. Садись, батюшка, на мое место. Если бы он сегодня был и Лесков, то такое можно. Давай. Написать. Поближе, поближе. Да ладно, у меня так и да. Ну да, есть такое, что мы пытаемся отреставрировать ту систему, которая была свергнута в семнадцатом году. Это, конечно, есть. Плохо. Надо что-то делать. Когда меня спрашивают священники, что делать, я говорю, конкретная ситуация сегодня. Вот сейчас заходим и начинаем делать. Вот я абсолютно точно знаю программу и так и делал. Вот сейчас зашли в ваш храм и спрашивают, что делать. Первое, купить замок. Большой амбардный замок и повесить на храм. И за храмом теперь, найди там место или в ограде, начинайте работать. Вот когда прислали там храма Христа Спасителя, его надо было запереть, осквернено. Три месяца не открывать и плакать. И ситуация была бы другая. Ни один Невзоров рта бы не раскрыл. Вы врагов нажили тысячи, если не миллионы, вот это, что посадили их. Почему? А потому что вы бездушные. Нет Духа Святого. Ни одного мудрого советника нет. И начинаете, а потом по одному человеку заходить. Это, допустим, как было при царе Декии, 249-251 год. Ударила, одна пыль пошла от церкви. И церковь уменьшилась в десятки раз. Но вскоре обновилась и увеличилась в размере. Этот весь мусор отлетел. Перерегистрацию провести. Это первое, что надо делать. У нас неправильный вход в церковь. Неправильный. С этим тоже согласен. Мне понравились ваши слова о том, что слишком широко открыты ворота церкви, и что в них легко зайти и легко вылететь. Но сложно сейчас это реализовать, к сожалению. Никакой сложности особой-то и нет. Нет, у вас, конечно, это... Возьмите даже так вот, театр, ресторан идет. В театр, ресторан идет. В ресторане в дверях стоит швейцар. В том или той одежде заходят. Есть рестораны, знаю, в Москве, что если ты одет и не так, как нужно, галстука нет там, если платье там не длинное, то в ресторан не запустят. Во время спектакля в театре там наблюдатели наблюдают, чтобы люди не разговаривали, не ходили во время, мороженое не ели в этом. Я сегодня пошел утром на богослужение в храм из Ростовского. Когда я приезжаю, у нас нет, но я иду на службу, чтобы помолиться. Батюшки приглашают, заходи в алтарь. Я говорю, нет, я помолюсь поставил лучше. Ну и что? Никакой. Люди заходят, то в чем. Служба идет, всю службу ходит. А всего людей, это человек 50 было в храме. Там маленькие, в большом ремонт, там маленьком идет. Ну что, нельзя поставить человека, чтобы следил кто-то. Заходят женщины, это в брюках, где смотрю, пошли к причастию, как зашли. Ни на что не обращались. Да где такое есть? Кто? От чего это? На то, что он заранее себе уже вдолбил, Петр-то сидит, что нельзя, трудно, нельзя, трудно. Потом беседуем, они говорят, что вы заметили, батюшка? Я говорю, интересно, ты когда проповедь как говоришь, батюшка? Вышел проповедь, ты как говоришь? Ну как, выйду к народу? Нет, ты задом стоишь к народу? Ну нет, передом. Это ты свое письмо считаешь передом, а письмо от Бога ты задней своей к народу читаешь. Нормально это или нет? Трудно повернуться, отец Петр. Да еще, если храм большой, он далеко, я стою там, сзади зашел, и я не пойму, я знаю, что сегодня неделя, там, 20-я, я только уловлю это слово, одно, два, а люди остальные до 100% ничего не понимают, не слышат. Что это, нормальное? У нас, например, у нас епископ, простите, перебью вас, у нас вот епископ, он по-русски читает и апостол, и Евангелие, и по Риме, и поэтому этой проблемы нет. Ну это, допустим, один храм, но в большинстве-то храмов, я был и в Москве, был. Нет, согласен. Ну что это, трудно понять, интересно, послание патриарха, как читаешь, лицом к народу, а епископа, тоже лицом к народу, а письмо апостола Павла, задом к народу. Ну, Евангелие, это, Евангелие, это не для Бога читается, а для народа, задом к народу. То есть, что это? Да ты там стоите, вам все равно говоришь, что услышите, бабушки, или вам это, вам не надо и слышать это, выходит, что так. И я сколько раз разговариваю, чтобы приняли, нет, нет ничего. Вы же понимаете, что это зависит не от священника, а от епископа. Да при чем здесь епископ, ну перестаньте, вы лукавые очень. Нет, почему лукавые, ну смотрите, ну это ведь, как скажут, вот, станешь лицом к народу, скажут обновление, да, потому что так делали обновленцы. Ты уже испугалась, что скажут эти, вы уже боитесь, еще не вышли, а уже, говорится. Мы когда начали на том, чтобы читать на русском языке, было, мы писали епископ, потом в сенот, от епископа пришло такое, значит, как эпитемия, три года, чтобы о русском языке слова не разговаривать. Да, я слышал. Все, промолчали мы три года, потом опять, все, согласились, ладно, на своем приходе, мы только на своем приходе. Вот сейчас приезжает ко мне епископ на престольный праздник, я пригласил, а у меня на русском языке Евангелие, по благословению изданной патриархой Кирилла, я заказал в Софрино, заложили его в золоченый оклад. Все, но епископ посмотрел, значит, ага, на русском языке, все благословенно, нормально, все читает. Но у меня и лежит рядом славянское Евангелие. Мы не против языка-то боремся, но чтобы понятно было. Это все понятно, просто взять того же Феофана Затворника или на умучениках, которые писали о том, что срочно нужен перевод, нельзя отлагать времени и так далее. Но все они в конце довольны, но это нельзя делать как бы священникам. Каждый священник не может на своем приходе вот так как бы свободно, то есть это должны епископы сделать, и ты это должен следовать. Даже в мирском деле, я сейчас вечером радио включил, задают вопросы юристу, как поступить в таком-то деле, скандальный вопрос за садовый участок, что там, что-то отнимает. Он, больше пишите, пишите, бейте и бейте, ставьте забор там и больше пишите, чтобы были у вас документы на руках. А если ничего не будет, ничего ты не выхлопочешь. Так и здесь. Если вы будете, а да епископ, конечно, он может перевезти куда-то вас далеко. Вот в чем страх-то, видите, я же это знаю прекрасно. Но вы же тоже не в московском патриархате. То есть не тоже, но просто вы не в московском патриархате, потому что понимаете, что за... Я 15 лет в московском патриархате отслужил. Я при таких епископах был, Гедеон, Максим, кого-то там такие. Я это все знаю. Вы же перешли, почему? Потому что, ну, что не понимаете, что... Он хочет сказать, что тебе было легче, а мне труднее. И понятно, у него на лбу написано это. Я когда служил в Омской епархии, там была одна епархия. Омско-Тюменская область, одна была епархия. Вот. На две области было 13 приходов всего. Сегодня там, наверное, может быть 530 уже на две области. И на всех приходах мне приходилось служить. Где стройки, туда посылали, я служил там. Вы там говорите, там, женщины в брюках. Ну, мужчины тоже в брюках приходят. Это тоже не по Библии, согласны? Нет, а как это? Надо, чтобы они в юбках приходили по Библии. Ну, по Библии в юбках должны, да. Да? Ну, а брюки, кстати, нигде не сказано, что это мужская одежда. Где вы видели, что брюки мужская одежда? А вот смотрите, проходим сегодня, магазин мужской одежды. И что, вы там найдете мужскую одежду? Найдете юбки? Магазин женской одежды. Не берем сегодня, ну, берем 10 лет назад, когда этой моды еще не было. Женская одежда, одни платья. У нас так принято, да, если у папуасов, там только из листьев повязочка у них. Мы не берем, мы русские люди. Нет, понимаете, это условность, что... А что он, знаешь, как он... Ну, все, ну, все, тогда... Вы даже не понимаете, что вы лукавые-лукавые. У вас даже все доводы какие-то вот так вот. А теперь, я говорю, бороду не брить. А бакенбарды к чему относятся? К голове или к бороде? Ну, что здесь непонятно? Мужская какая одежда или это? Когда это было? Шотландцы. Сейчас шотландцы вспомнят, он знает. Это варварская одежда. Варвары, которые на лошадях ездили, они, собственно говоря, и ходили в брюках. И у них там все ходили. Ну, кто ездил на лошадях, все ходили, потому что это удобно. В Бизантии ходили все... От этого, отец, что ничего и не сделаем мы. Потому что начинаешь о крещении, крещить полно погрузить. Ой, да здесь можно и песком погрузить. Можно даже и слюной, говорит, покрестить. Было случайно, что слюной крестили. Но это при наплевательском отношении к делу. И по сегодняшний день голову мочит. Приходит человек, значит, что... А я крещеный или не крещеный? Я говорю, не крещеный. Потому что крещение трехкратное погружение. Тебя обманули. Я учился когда в семинаре. Это был 85-й год, 90-й год. Я слышал, да. Беседу с профессором. Да, профессором. Он сказал, говорит, остальное, говорит, все, профанация. То есть подделка, обман. Но тут опять непоследовательство. Я вот с Игнатом Тихоновичем в прошлый раз про это говорил. Вот, например, беседа в Афинах. Игнат Тихонович говорит в баптистке. А вы знаете, кто руку положил вашего пресс-фитера? Где Джон Смит, в общем? Он вообще не крещен. А когда я говорю, что... А епископы, может, они тоже... То есть обливание или украпление. Мы даже не должны заниматься. То есть вот, с одной стороны, у баптистов мы исследуем, а кого вы расположены, а у нас мы не исследуем. Мы только... А почему не исследуете-то? Ну, а вы знаете, вот, не знаю... Не знаю, епископ, который... Подождите, я скажу. Он говорит погружение и рукоположение. Он же как путает, а ты даже не проследишь. Да нет, я проследил. Я говорю о рукоположении. Не важно, что было. Ты начни с сегодняшнего дня делать так, как надо. Нет, так я крещу полным погружением. Всё. Ты крести. И того, кто делает, обличи, что он неправильно делает. Видел грешника, говорит, ты не обличил его. Он погиб. И ты погубил свою душу. А если обличил его, он не послушал тебя. Он погиб. И потом, говорит, спас свою душу. Так говорит пророк. Если бы, конечно, не было ничего, то бы не было ничего. Начни делать с себя. Каждое дело, где бы не было, начни делать. Ну, вы начните делать-то. Чего вы трясётесь-то? А с чего вы взяли что-нибудь делаете? В озере Огненном. Вы уже прописаны там. Видно, что, видишь, вы как бы оправдывать. А это не это, как назвать, это же брюки. Ну, это и женские брюки можно назвать. Просто женские брюки живут. Не женские брюки, да. Согласен. Ну, мужская одежда в то время это было платье. Да не в то время. Мы сегодня живём. Зачем нам в то время? Четыре бубенчика. Мы сегодня живём. Мы сегодня живём. Ну, любовь скажи. Какая мужская одежда? Покажи, что? Юбку покажи. Это мужская одежда? Женская. А брюки? Ну, мужская. Так любовь скажет. Ребёнок скажет. Какой уж мальчик и тот знает. А мы взрослые, бородатые, батюшки, не знаем, какая мужская и какая женская. Отличить не можем. Он бы отличил, как бы семинарию не кончал-то. И учат, как корёжить душу, как других душу портить. Любое беззаконие, как уметь оправдать. Он только этим и набитый. А в другом храме я видел, заходят, просто понимай, как в купальниках фрам. Батюшка, что ж ты? Ну, а что? А раньше Адам с Евой вообще голые были. Понимаешь, до чего дошло? Что голые можно в фрам заходить. Ты ничего себе. Вон где на этом наюге. Как они с пляжа заходят, так в фрам заходят. Говорят, что нет, ничего. Ну, а что сказать? А то-то заходить не. А так же они зашли хоть в купальню, хоть свечку поставили. Так в интернете выставляют, венчание идёт. У меня даже лямошек нет. На одних сиськах держится вот это. Венчает сидит, а то что? Ему нравится папу, наверное, от запаха голова кружится. Ой-ой-ой, не нравится ничего. Вы даже вопрос не задавайте. Вам это нравится. А вот понимаете, стоят баптивские. Я был в Греции в 68-м году ездил. И мы поздно там поехали далёко, на другой конец Афин, с которой это, к кому я ездил, кто меня приглашали. Стоим, ждём автобус. Вдруг подходят люди, и я ей говорю, Марина, а это баптивские же вот подошли. Она говорит, да, а как вы узнали, батюшка? Я в Греции узнал, что это баптивские женщины. Как? По деянию, по выражению их лица, по общению друг с другом, по разговору. Узнал, что это баптивские. А узнал бы я, что православные? Да наших нигде не узнаешь. Редко-редко где узнаешь, что едет, если я в поезде еду, сидит бабушка, Акафис считает, я узнал. А это православная Акафис считает. А так не узнаешь ничего. Что это, нормально? А Иоанн Златоусый говорит так, что ты христианин, тебя по всему должны узнать. И по одежде, и по обойне глаз, как ты глазами водишь. По всему должны узнать, что ты христианин. А у нас это в жизни не узнаешь. Ну хоть по одежде бы выделялись-то. Даже и это нет. Ну а если человек первый раз пришел в храм, дальше как к этому? Пошел бы он. Тогда оденешься. Первый раз объясни ему. А откуда ты знаешь, что он первый раз пришел? Нет. Понимаете, вот у нас храм, в нем постоянно приходят люди. Круглые шутки. Да, много. То есть и со всеми спросить, ты первый раз, ты первый раз. У нас есть платки, которые можно взять у кого-нибудь. Не надо споробачивать. Должен быть наблюдатель стоять. Наблюдатели должны стоять, охранники православные. Твои прихожане должны быть стоять. И они стоят объяснить, что это нельзя. Привезти в место, вот это Бог говорит, это не я, поэтому нельзя. Чтобы вы были не мерзки пред Богом, оденьтесь как следует, и тогда заходите. Видите, вы сейчас сказали, а что их всех выгонять, выводить? И меня спрашивают точно, а вы выводите? Я говорю, нет, мы никого не выводим. А почему? Потому что мы их не пускаем. И выводить некого. Наружу стоит человек, и отдельно платочки, если надо, дадут. Все, первый раз пришли, первый раз там. Мне даже спрашивать не надо. Они не знают. Переодели их, они постояли выше, переоделись, пошли. Но тут теперь уже я им подробно все расскажу. Но вы не работаете, а под меня подыскиваетесь. разговор зашел, что он говорит, как крестить. Если человек зашел в храм и просит, как его отказать сегодня крестить, он же пришел. Ну, отказать. А вдруг он вышел и попадет под машину. То есть, как будто бы все шофера ездят и выглядывают. А где здесь сегодня, который зашел, а не покрестился, задавить его надо. Ну, это глупость. Прям смотришь, как это... Ну, мол, и что? Да что так? Кто так рассуждал-то? У нас сегодня стало так любви больше, чем у святых отцов. Василий Великий вообще не любил людей, если по-нашему брать. Там, представь, какие пятимьютон десятки лет накладывал. А у нас сегодня за аборты, сколько в год она сделает пять абортов? Пять раз причаститься. Он тоже думал, вот смотрите, Христос, он тоже не по канонам поступил. Грешницу подводят, говорят, положено по канонам побить камнями. Как поступить? Он говорит, ну, кто без греха, те давайте побейте. Тоже, казалось бы, не по канонам поступил. Согласны? Может быть, по любви. Тоже так вот, как вы говорите, Христос. Так, и после этого грешница куда пошла? Опять будить? Нет, каяться, покаялась она. И что дальше было? Ну, пошла опять она зарабатывать своим репестом? Наверное, нет. Наверное, нет. Но Библия в этом не говорится. Вот это образец Попа Патриархии. Живый Лука. Библия везде. Я ничего не сделаю. Наверное, нет. Да что же, говоришь, что Христос не знал, что будет с этой душой дальше? Нет, но он... Я вам про другое говорю, что он показал, что не всегда каноны применяются по всей строгости. Тот же Златоуст, если вы посчитали шесть словосвященства... Почему они вообще не принимаются, отец? Ну, у меня 36 лет, я знаю, что... Вообще не применяются. Я не знаю ни одного, батюшка, чтобы эпитимю давал за аборты женщине, давал эпитимю какую-то. Второе правило, не знаю, нигде. Да я знаю, я знаю. Просто я говорю, что вот я... Ну, у нас сейчас как раз тем было там про эпитимю, про исповедь. Я стал искать вот у святых отцов того же Златоуста, и вот в одном из его слов о священстве он говорит, что я знал священников, которые применяли эпитимю в полной мере, то есть как положено. И от этого человек подал в уныние и вообще приходил к худшему состоянию. Поэтому он говорит, что иногда все-таки надо сразу мерить. Какой человек, посмотреть, сколько возраст, какой он. Семен Новый Богослов тоже говорит, что вот, например, человек первый раз к тебе пришел, если, ну, он как бы христианин, но первый раз пришел, ты не давай ему в полной мере эпитимю, потому что он не понесет просто ее. А вот по канонам святых отцов, соборных отец, то эпитимя дается в полной мере. А уже некое счастье ее как бы по мере его покаяния. Как он кается, как изменяется его жизнь. Тогда убавляется. А не так, что давайте эпитимю по мере, смотри, какой человек. Такого нет нигде. Вот правил, пока не говори. Ну вот это, отец Петр, вы понимаете, что вы лукавые слова говорите. Правила, каноны, соборные. Вам это ничего не надо. Почему? А вы сами решаете. Что ничего не надо? Я не говорю. Не надо. Зачем? А зачем правила? Почему вы прикрываетесь этим? Вы заранее решаете, человек, какой состав его, расследуете его на вкус, на запах. Если вы почитаете книги по патру, то, что вы почитаете, вот с этих отцов, Григорий Великий, у него есть пастырство, он тоже говорит, что священник, он должен быть умнее врача, потому что человек самое хитрое животное. Он говорит, что, понимаете, что если бы вот так было все четко, раз, 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 вообще, как на автомате, такой грех, такой идти, вообще думать не надо. А сколько священников в Аптархии сейчас-то, вы знаете, примерно, количество? 16 тысяч, что ли, да? Да ну, 1050. Вы совсем, оказывается, не в курсах. 4 года назад было 36 тысяч. Наверное, или храма 16 тысяч. И никто ни одной эпитемии не накладывает. Вот в чем дело. Я накладываю. Да какой эпитемию-то? Выдуманную вами. Вот как раз есть по вашему разумению детскому. Ну, может быть. Бога не боитесь. И почему вас, а почему такие попы, в первую очередь, вы не любите Бога, не любите людей. Вот главная ваша вина. Вы этим больны все. На первом месте это ваше мнение, друг перед другом, говорится, хвостом крутите. Беда просто с вами. Вас Бог выжигать до дна будет всех. Я, к сожалению, ну, не к сожалению, я просто должен на службу идти. Время уже подходит. Это абсолютно не годится. Ты священник, ты должен выполнять, что поручено. А у вас время сколько сейчас? А нас сейчас без 26. Все. С Богом. С Богом. Простите, если обиделся. Нет. Ни что-нибудь обидели. Приятно. Он не рад, что вышел. Подошел еще. Не рад, что вышел. Что-то попало. Придет он, ну, прям, ну, что уж. Как бы сказал, что там, ну, так, это, да. Видишь, веры нету, страха Божия нету. И он, главное, не хуже других. По крайней мере, он разговаривает нормально. А другой бы тут сейчас. Ну, видно, что он подыскивается под меня. Я говорю, тут я вижу, ты на меня ров роешь-то. Ну, сам упадешь в него. Зачем тебе это надо? И как все. А она, как определить, какая одежда мужская или женская? Если брюки надела, назвать и женскими брюками. На лошади ездили, он все знает. Давай, скачивать.